всем привет ховал и 6 3 генерация 2021 года автомобиль отзыв реального владельца меня после полугода владения и пробега 11000 километров первые наверное люди людям нравится услышать сразу минусы потому что расхваливать авто можно и на это наверное одного видео не хватит очень много плюсов но скажу сразу недостатки но как бы к минусам отнести их наверное нельзя потому что для кого-то это будут минусы для кого-то незаметно даже это будет для кого-то скажите что это придирки лишние к мелочам но не без этого все равно то что неудобно но к тому к чему привыкаешь со временем и это у любого авто есть не обязательно только вот у этого хавала у китайского рассказываю вам после пробега вот 11000 то что заметил то что не нравится то что хотелось бы конечно чтоб работала лучше первое основное это конечно подвеска передняя специально я вам делал видео показывал как она до отбоя срабатывает на неровных дорогах реально есть такая проблема но опять же скорее всего это проблема нашей страны наших дорог ну и одно что заметил и что хотелось бы чтоб китайские производители устранили в прошлом авто предыдущий хавала и честь прошлого поколения подвеска была ну жестковатая особенно перед много жаловались и на китайских форумах жаловались владельцы владельцы и всеми всемикс также жаловались китайцы взяли и сделали в этом поколении подвеску чересчур мягкую но вот хотелось бы чтоб где-то была золотая середина и и пока в этом автомобиле нету передок чересчур мягкий чересчур комфортный на ровных дорогах вот как идеальные дороги вариант вообще идеальной ты едешь главное что одна проблема не уснуть авто настолько комфортно и что просто можно уснуть за рулем на неровных дорогах подвеска себя не очень комфортно чувствует подать боя может срабатывать передок поэтому это вы должны учитывать второе ну это конечно шумоизоляция колеса очень слышно сейчас я поставил вот зимнюю резину тише она чем заводская ханкок китайская зимняя резина triangle но все равно хотелось бы чтобы шумоизоляция была лучше мне кажется вот мое мнение что на прошлом поколении шумоизоляция автомобиля было лучше с чем это связано или же сэкономили на шумке или же конструктивные какие-то особенности этого кузова автомобиля потому что автомобиль полностью новый третье поколение в это не фейслифт прошлого поколения авто полностью новое еще что важно это понятно привыкаемо но как бы я вам скажу что не сильно и привыкаем а вот у меня опыт какой-то водительский есть стаж приличный но даже я не могу до сих пор привыкнуть к этому это габариты автомобиля и обзорность с места водителя нос сильно большой сильно задран и в некоторых моментах просто вот сидишь и даже вот так нужно делать куда-то если ты подъезжаешь вдруг понятно что для этого есть камеры в любой момент и включил качество уже на высшем уровне и подъехал но все равно многие теряются камеры многим не помогают особенно новички которые вот только купили автомобиль сели и много есть моментов что люди тупо залезают то в столбик куда-то то в дерево когда сдавали назад хоть автомобиль имеет все эти помощники радары может он даже вот мне помогали некоторых случаях экстренное торможение смотрю куда я там сдавал назад вроде бы все нормально выхожу автомобиль сам остановился экстренное торможение до сзади препятствия то есть обзорность здесь ну как у наверное у современных автомобилей никакая особенно если ты где-нибудь какое-то небольшое бездорожье попал и ты хочешь объехать где-то что-то но ты впереди не видишь ничего наверное начинается видимость начиная с полтора-два метра впереди носа автомобиля вот подъезжаем но как бы дело привычки это понятно но все равно для новичков особенно для женщин но обзорность не очень хорошая в этом автомобиле отнести это к минусу или же к особенности автомобиля это вы уже сами делайте перед просмотром видео просим подписаться на наш новый канал на котором мы будем показывать свою жизнь чем мы занимаемся во время отдыха где ездим где путешествуем где живем все вам будем показывать поэтому канал так и назвали покажем все дальше моменты которые но можно сказать заводской косяк показывал я вам спинка заднего сидения самого нова издавала вот только забрал ее и салоном автомобиль звуки какие-то непонятные нашел я устранил не знаю во всех это автомобилях сейчас идет вот будем забирать надеюсь еще один хавал новый в скором времени и там именно посмотрим устранили они щелканье заднего замка задней спинки или нет ну и какие моменты еще люди находили но я их не находил потому что мне это ну то есть не нужно перепутан подогрев задних сидений многие включают и там крест-накрест получается что включают левую спинку греет жопа спина правой то есть крест-накрест ну фишки перепутаны в общем то это все устраняется но это вот заводской косяк который люди находят новых автомобилях не критичный но он есть какой еще момент громкая связь да я это заметил когда говоришь по телефону в какой-то из прошивок ну прошивка уже новая есть говорят люди обновляют и там это эта проблема устраняется чувствительность микрофона переговорного ты говоришь по телефону по громкой связи тебя человек плохо слышит я хоть и громко говорю но кто тихо говорит то вообще жалуются говорят что собеседник их не слышит но вроде бы есть уже новая прошивка прошивается автомобиль китайцы выпускают все это дорабатывают и вроде бы с косяк с прошивкой с этим с микрофоном устранен еще какой вариант люк при открытом положении проветривания когда жопа немного при открыто люка вот первое положение включил он на проветривание на вот такой дороге где тресогуска шифер подстукивает немного люк это не только у меня люди отписываются что есть такая проблема опять же как по мне это если прислушиваться такого грохота конкретного нету просто слышишь что что-то да там где-то направляющие механизмы подстукивают когда люк открываешь из положения проветривания даже в среднее ставишь то фиксируется нормально никакого больше момента по звукам нету по мультимедиа опять же нужно привыкать варианты с некоторыми настройками войти куда-то что-то включить особенно глубокие настройки умное вождение парковки там разные вот эти все дела то нужно опять же на ходу это неудобно делать поэтому тут вы должны привыкнуть к этому но я вам скажу сразу что но не часто включаешь это не часто а то что нужно включить остановился на включал себе ну и едешь срочные какие-то моменты переключить режимы of road там стандарт спорт снег то можно вот отсюда все мы привыкли конечно к этим крутил ком вертелкам рычажкам но этого уже нету современные авто от этого уходят и переходят вот на такие управления через мультимедиа наверное основная проблема опять же маховала в украине это сервисное обслуживание не как вот нет нету таких конкретных отзывов что вот приехал ты на плановое то и проблем нету где-то масло перелиют где-то фильтров нету где-то постоянно какие-то вопросы люди хоть и зараза не записываются там все приезжаешь того нету то забыли то не знали там 6 литров масла залили в двигатель хотя по книжке написано 5 ну короче вот такие какие-то моменты есть опять же говорить что учатся сколько можно учиться уже много лет уже ховал второго поколения уходит так сказать с рынка потому что китайцы его перестают выпускать снимают производство этот ховал но уже как-то и не знаю но вот проблема с техническим обслуживанием конечно есть это наверное основная проблема пока у хавала именно в украине дай бог чтобы это все решалось но проблема не такая глобальная потому что наша страна небольшая дороги сейчас делаются сел по отзывам прочитал в нашем группе в чате в телеграме где люди отзываются лучше туда и поехал 300 километров туда 300 километров назад прокатился сделал ты у нормальных мастеров и в общем-то посмотрел страну еще момент по управлению вот многим не заходит сразу но потом заходит потому что привыкаешь и понимаю что это удобно селектор переключения передач поначалу привыкнуть тут главное что когда в драйв ставите не перекрутить в положении м это именно особенность этого автомобиля многие перекручивают в механику смотрите на панели высвечивается на приборной панели что какой режим у вас стоит п парковка д драйв в автомате м механика если м стоит то понятно что на хавал будет ждать пока вы переключите лепестками скорость многие перекрутили не смотрят и говорится что такое новое авто из салона я еду обороты заваливает он скорости не переключает учтите но эта особенность селектора дальше вы привыкаете и понимаете что это очень удобно это современно классно красиво ну и нет у вас вот этого вот тракторного рычага после именно хавала уже смотреть в другие автомобили как-то непривычно думаешь что ну ты сел в авто из прошлого так сказать современное авто очень классная минусы вам сказал по плюсам очень много всего видео у меня есть чем например этот хавал лучше предыдущего хавала h6 f7 f7x прошлое поколение хавалов она примерно одинаковое оставляйте комментарии под этим видео обязательно что вы думаете какие вопросы читаю ваши комментарии отвечаю также в чат присоединяйтесь кому где удобно там и пишите в чате общаются владельцы будущие владельцы кому интересно заходят и по этой теме общаются на сегодня все в instagram также подпишитесь и на остальные видео переходите по ссылкам на мой канал всем удачи и до следующих видео